Начинается новый день. Любовь Константиновна готовится к встрече со своими студентами. Всё как обычно. Тетради, журналы, план занятий и, конечно же, хорошее настроение. Поэтому и ребята с удовольствием спешат к ней на урок. Знают, любимый педагог встретит их доброй улыбкой. Любовь Суорова преподает экологию в Забайкальском горном колледже уже 12 лет. А до этого 17 лет занимала руководящую должность. Была директором предприятия «Чита Агропромхимия». Мы прошли через такие журнала. Я сейчас даже вспоминаю, думаю, это не со мной было. Я бы не выдержала этого. Потом, когда вроде там уже всё наладилось, но уже, думаю, загублю предприятие, энергии много надо, чтобы предприятие на плаву держалось. Я не собиралась с преподавателями. Я думала, лаборантом пойду. Ну, на лёгкий труд ещё. Дома посмеялась ещё, сын надо мной. Я говорю, да пойду пыль вытирать на столах лаборантом. А тут как раз преподаватель ушла в декрет на его отпуск. Мне предложили. Ну, думаю, год-два, ладно, она выйдет с декрета. А она потом уволилась. И вот, представляете, 12-й год уже. Сначала не была куратором. А потом одна группа, вторая, третья. Её специальность – почвовед-агрохимик. Поэтому так авторитетно мнение Любови Константиновной у садоводов и огородников Забайкалия. Для них она регулярно проводит мастер-классы. И всё-таки главным делом её жизни стала преподавательская деятельность. Она искренне переживает за успехи студентов и преподносит материал так, что просто не остаётся невыясненных моментов. Иногда лекции проходят в форме своеобразной игры. К примеру, кто-то из ребят задаёт тематический вопрос и адресует его одногруппнику. В каком виде оформляется норматив выброса? Отвечать придётся, иначе пострадает репутация. Такая форма ведения урока ребятам нравится. Так преподает у нас, всем объясняет. Кто-то даже, ну, бывает, такие ситуации не понимает. Она вот прямо возьмёт человека этого на заметку. Ну, да, так объяснит, что доступно будет и понятно. Это наш куратор, Любовь Константиновна. Мы её всей группой очень любим. Она нас ругает, конечно, иногда, но мы всё равно её очень любим. Ругает за что? Ну, то, что бывает иногда, мы пропускаем пары. Редкий раз. Она у нас очень отзывчивая, добрая. Всегда нам помогает в трудной ситуации. Ну, всегда нам помогает. И мы вас очень любим, Любовь Константиновна. У студентов Горного колледжа к педагогам со стажем особое отношение. Воспользовавшись моментом, ребята попросили передать привет ещё одной удивительной женщине, любимому педагогу, которая совсем недавно ушла на заслуженный отдых. Мы хотим передать привет нашему любимому преподавателю, Гордееву Нине Яковлевне, которая, к сожалению, ушла на пенсию. Мы вас очень любим и скучаем без вас. Мы вас любим! Любовь Константиновна, ну а вы, в свою очередь, что бы могли сказать своим дорогим ученикам? Ну, чтобы они успешно закончили колледж и чтобы у них всё сложилось в жизни. Любовь Суворова остаётся в авангарде и на кафедре в семье. Она любимая мама двоих детей, сына и дочки. И самая лучшая бабушка для четверых внуков. Сейчас ей 70, но уходить на заслуженный отдых не собирается. Любовь Константиновна любит свою профессию и черпает в ней жизненные силы. Вы знаете, где-то услышала или прочитала, что человек, когда перестаёт интересоваться окружающим, это всё старость. Я наблюдала, вот у меня дочка в Санкт-Петербурге, я там каждый год бываю, и вот на экскурсиях там столько иностранцев, и смотришь, им уже далеко за 80, но они с таким интересом ходят по музеям. Вот это, наверное, не старость. А когда вот это безразличие, вот это старость. Ну, если физически устал, отдохнул, да, а вот морально это мне нужен и театр, мне нужен музей, мне нужен концерт. Обаятельная женщина, грамотный специалист, опытный наставник. Она дарит молодым людям лучшее, что у неё есть – знания, навыки, поддержку. А свой пенсионный возраст не воспринимает всерьёз. Она за активное долголетие. Галина Миртова, Сергей Миртов. Время новостей.